Здравствуйте всем, да, давайте начнем, спасибо вам. Ну, я родился и вырос в Ташкенте, в Узбекистане, вот, провел лет, детство, молодость, юность, все здесь, начинал футбол играть также здесь, и играл в ряде местных клубов, такие как Черчик, Мурашон Бухара, Пахтакор Ташкент, Девчи Фергана. Ну, к сожалению, карьера не так удачно сложилась, скажем, как хотелось бы, потому что серьезную травму колена получил, вот, и в связи с этим пришлось, скажем, рано-то закончить футбол. В 26 лет я уже закончил играть в футбол, ну, просто не позволялось здорово. Вот, отучился, перешел на тренерскую деятельность, скажем так, и стал непосредственно готовить фартарик. Ну, вот, сейчас являюсь тренером национальной сборной, помогаю Владимир Корлянчеву Абрамову, вот. До этого практиковал работу в клубах, таких как Машаума Барыг и Насав Корши. Ну, 11 лет я провел в Кашкадаре, скажем так. Вот, последние два года не работали в клубе, являясь только работником Федерации футбола и национальной сборной. Ну, если так, вкратце. Да, я, во-первых, до сих пор благодарен Гердыеву за то, что он меня тогда пригласил. В принципе, мы знакомы были, как со многими футболистами, но как близко мы друг друга не знали. Ну, поверил, доверил, пригласил, вот. Я, в свою очередь, постарался оправдать это доверие, не подвести его. Думаю, что у меня это получилось, и у нас очень-очень-очень теплые дружеские отношения по сей день. Не только с Гердыевым, но и со всем тренерским штабом НАСАФА, и с руководством клуба, вот. Ну, еще раз хочу поблагодарить. Да, почему переломным? Ну, здесь, в НАСАФе, я, так сказать, нашел себя, нашел свою методику, уже более практично стал подходить к тренировочному процессу. То есть, я уже понимать стал, что я их даю после первых годов, 5-7 лет, возможно, я искал, как правильно, что нужно сделать для того, чтобы получился хороший результат. Здесь же не просто так, допустим, что вышел на тренировку, оттренировал и ушел. На следующий день забыл, что ты дал. Нет, ну, я все время основательно, тщательно готовлюсь к занятиям, продумываю каждую тренировку. Над какими качествами надо работать, что надо развивать мальчику. Вот. И я говорю, что на НАСАФе я как бы нашел себя, нашел ту методику, которую я считаю, что она... Работает. Тоже матч, я приложил какие-то усилия для того, чтобы он вырос. Но работы еще, конечно, очень много. И хотелось бы, чтобы все получалось хорошо в себе. Сложный бой твой бой. Провокационный вопрос. Не, не, сложный, не провокационный. НАСАФ мой дом. Я не так давно был на матче на САФ-Пахтакор, но я поехал посмотреть в ротарей все-таки. На САФе в ротарей сборной. И в Пахтакор. В Пахтакоре в ротарей сборной, да. Пришел на базу, когда приехал, остановился в гостинице. И это ранее, да? Да. Ну, как я прожил на базе, я с ним не могу, завтра у команды игра. Остановился в гостинице. Пришел на базу, к ребятам в гости, зашел в Бердейву. Он говорит, где с него с ним вход в гостинице? Ты что, с ума сошел? Давай на базу, приходи, там комната у тебя есть. Здесь, значит, я просто обуваюсь, что неудобно завтра играть. Здесь, значит, ну как не дом. Дом. Абрамов или Бердейв? Бердейв. Пахтакор в прошлом году есть. Ну, да. Ну, почему подписал? Как вы думаете, почему подписал? Ну, наверное, они хотели видеть. В частности, Арвеладзе хотел видеть хорошего специалиста в клубе, прежде всего. И там так получилось, что тренер Варталей и главный тренер, они отсутствовали какое-то время во время пандемии, какое-то время отсутствовали в стране. Начались уже тренировки, и он позвонил просто мне, говорит, ты не мог бы заменить нашего тренера и поработать с вратарями. Я понимаю, чем это он аргументировал и мотивировал. Он сказал тем, что Суюнов, Куваков, Исаков, Азиз, это все три вратарядка, которые, ну, скажем, я передал в таком. Вот, он говорит, ты их знаешь, ты с ними хорошо знаком. Ну, вот, я пока их не было здесь в течение месяца я занимался. Вот, они приехали и предложили мне контракт сотрудничества. До конца года у меня был контракт, и я считаю, что у меня хорошо поработали. Ну, его уходу что было причинено? По-вашему? Я не могу сказать, видимо, у него... Ну, тут как всякий тренер, допустим, да? Есть, конечно, люди, которые, как Юрий Вазгенович, столько лет работал в одном месте, в Фергане, и как Фербисон, да, скажем? Да. А есть люди, которые, допустим, работают 3-4-5 лет в одном клубе, но потом чувствуют, что, ну, может быть, он все выиграл, может быть, уже нет какой-то такой мотивации. То есть, чемпионат выиграл, кубок выиграл, суперкубок выиграл, еще кубок Хакима, по-моему, проводил кубок ПФЛ, Федерации, все выиграл, все выиграл, ну, уж что выигрывать. Азиатский лигой чемпионов? Вот это хорошее тоже, да. Кстати, Пахтаркорный Плокс играл, прошел на дву и... Но результатов нет. Ну, результатов нет, да. Как говорится, игра забывается, результат остается, да? Да, вот так. Да, к сожалению. Вот, и я думаю, что поступил у него какое-то предложение из другой страны, от другого клуба, и он его решил принять. Ну, я так думаю. Потому что, находясь здесь, в хороших условиях, на хорошем счету, как бы, тебя все уважают, тебе все хорошо относятся, зачем куда-то уезжать, что-то менять. Работает, ну, в хороших условиях, я же говорю. Ну, я думаю, что появилось какое-то предложение, от которого человек не смог отказаться. Может быть, и финансы, может быть, это и страна другая. Ну, я не знаю, честно говоря, не могу так, с полной уверенностью и конкретно вам ответить за этот вопрос. Ну, три с половиной года, я думаю, для Пахтакора, три с половиной года, проведенные аргелазы в Узбекистане, думаю, для Пахтакора многое, да, и для узбекистов, и было. Ну, многое, да. Без понятия, я был, ребят, в Пахтагоре до 31 декабря, у меня был контракт, вот. Спонсоры были, все было хорошо, команда была рассчитана. Что сейчас там происходит, не могу сказать. Почему? Это как в магазин, допустим, да, в какой-то магазин. Не заходя в магазин, говорит, есть там эти продукты или нет. Не видя. Не знаю. По сборной, знаю, потому что я там работал. Работал бы в Пахтакоре, ну, тоже бы знал, естественно. А так? Ну, как без спонсоров? Ну, думаю, что нет. Наверное, не остались совсем без спонсоров. У команды сейчас важные игры и чемпионов, это же все должно мотивироваться, ребята должны как-то поощряться. Я думаю, что они урегулируют и уладят этот вопрос, если есть какие-то проблемы. Только честно? Ну, честно, честно. Не знаю, сколько потратил. Ну, примерно. Даже примерно не могу сказать. Нет, не в суммах. Ну, не маленькая, естественно. Естественно, не маленькая, надо понимать, что и легионеры. Большие зарплаты. Большие зарплаты. И тренерский штаб все иностранцы. То есть, не просто... Я думаю, что было потрачено хорошую сумму. Можно ли было достигнуть больших результатов? Ну, как я уже сказал, Пахтакорзов последние три года в Узбекистане воевал все. Ну, не сказали, что совсем без денег. Ну, были деньги, но... Были задержки, были задержки. Да, было. Не было таких, скажем. Не было таких условий как последние три с половиной года, да. Но... Все-таки в Лиге Чемпионов, я считаю, что... Вот показатель. Успешное, удачное наступление клуба в Лиге Чемпионов. Вот это показатель уровня развития футбол в стране. То есть... Саудской Аравии, Катар, Арабские Эмираты... Я не беру Японию, я не беру Корею. Я беру вот эти азиатские страны, которые мы еще 15-20 лет назад обыгрывались за разную. сейчас нас не играть гораздо сложнее почему потому что там вкладу деньги и как-то стараются развивать футбол приглашают иностранных специалистов хороших хороших качественных специалистов у нас тоже у нас тоже не все не стоит на месте и ну как-то все чахнет скажем тогда нет у нас пытаются у нас тоже люди есть кто любит искренний футбол кто пытается кто хочет может быть какие-то подводные течения какие-то препятствия есть у нас тоже приглашают специалистов иностранных но не каждый кого нет такого роста нет такого прогресса хотелось до 30 лет независимости люди не понимаю прекрасно болельщиков вас обычных людей даже вот никто живет не в ташкенте я очень много ездил по областям проработал в кашкадаре 11 лет я знаю как люди как люди тяжело работают допустим да какие проблемы там со светом с газом с водой ну когда идет чуть на футбол в футболе на стадион приходит видишь его глаза когда глаза да вот так что у меня сердце дай мурашки вот понимаешь для этих людей ради этих людей стоит футбол играть простых людей тот кто может себе позволить частный самолет снять и полететь куда-нибудь отдыхать нет а вот именно для радио этих простых людей которые ну видно что от души переживать и хочется и на чемпионат мира выйти и на олимпийские игры попасть или у чемпионов видеть до выиграли губу сейчас делятся и а то есть а пока об этом на длигу молодцы вы представляете какой был праздник кашкадаре как вы был праздник на самом деле большая кашкадаре узбекистане ташкент приехала команда меня тогда не было бы я видел как здесь их встречали то есть вот вот людям казалось бы это мало мы же не дадим 100 тысяч долларов этому человеку который просто пришел поболеть от души за футбол но если мы выигрываем он будет больше счастлив от того что мы победили вышли вышли на какой-то крупный турнир международный турнир выиграли он будет больше счастлив если бы ему сказали вот тебе 100 тысяч долларов я так думаю глядя на этого человека глядя в глаза можно что-то говорить а в глаза посмотришь и поймешь что человек или он тебя обманывает глаза глаза не обманывают зеркало души да по ним можно все понять ну я при встрече просто там человеку руку не подам для такого не понимают именно отношения не понимаю считаю что ко мне еще к одному специалисту который проработал такой больше 15 лет так поступить но это неправильно это трусость и это подло звонить мне говори ты прилетай все нормально куда ташкент нет сейчас в киеве вот это было после нового начала все я прилетаю продлевать соглашение с фотофором и суть новый контракт и уже что-то когда уезжал он сказал денис мы уезжаем ты здесь остаешься из-за главного главной команде все работаешь федерации мне спасибо большое дали на другую о совмещении работ и в клубе сборной я прилетел с твердой уверенностью что все я буду работать в команде и ребята довольны сену и вратаризм они все сам очень хорошо здорово и молодые взрослые но по приезду по приезду что такое произошло кому-то поменялось что произошло я не понял я у меня есть информация что я мешал главному тренеру голландскому специалисту это про хюстера до что на мое место скажем так на моем месту уже на чье место в дублирующий состав пришел работать уже голландец возможно незнакомы дружку скорее всего и просто-напросто меня подвинули что-то он видимо сказал руководство клуба и взяли вот этого специалиста на моем месте в дублирующий состав хорошо возьмите я не против возьмите специалиста специалиста специалист я приду на тренировку с блокнотом с ручку с камерами вся буду записывать буду снимать буду общаться буду учиться у этого человека чему-то учиться нечем абсолютно абсолютно вообще черт не понимает что надо давать для чего надо давать зачем приехал приехал денег срубить убить станет возможно это меня не надо я в дубли работать не буду не надо в дублирующий состав есть ребята с академии достойны ребята молодые тренера которые хотят и будут работать от души и принесут сто раз больше и пользы и результата и будут вратари я не националист я ни в коем случае не националист я имею русский паспорт вид на жительство в европе но моя родина узбекистан я здесь родился несмотря на то что у меня есть документы другие ни о чем не один играть на руку на сердце и когда приезжают такие псевдоспециалисты и начинают рассказывать что мы его там приехали оттуда у нас школа у нас методика у нас методика по которым дыхея в андерса элисон бейкер послушайте друзья мы кейлер на вас воспитывали всего-то из них такие вратарь это вратарь вообще из разных стран вообще тогда у них разная школа и разная методика совершенно разности ты как можешь написать у себя я не знаю причем и инстаграм что у тебя ты там давай идем мы будем вас готовились как эти все просто написать что я из голландии или я из какой-то другой страны европейской из франции из испании стали мы же не дураки мы же не дураки я лично у меня сердце болит за то что сейчас у нас страну проблемами да это уже видно это уже видно не специалистам даже даже я об этом говорю уже два года через два-три года будет катастрофа я вам сейчас говорю во всеуслышание на всю страну пусть все это знают и все это слышит будет катастрофа не потому что не потому что нету того материала из которого можно делать хорошего вратаря я не говорю мирового уровня ну хотя бы в азии эти ребята должны котировать показатели показатели у нас мистер в 35 лет уехал солдатского хорошо потому что потому что мы готовились полтора месяца целенаправленно хорошо готовить он хорошо сыграл все и рачку езжай у нас есть талант у нас есть хороший у нас вот в я живу по такой тоже хорошие из ребят но сейчас когда они попали в дубль непонятно кону они не вырастут они не вырастут просто очень жалко очень жалко что потеряет время мог бы играть на таком уровне если попадет там через какое-то время другом будет играть тоже но может быть не на таком высоком уровне поэтому хотелось бы обратиться ко всем своим коллегам тренер вратарей и сказать что друзьям большая большая огромная просьба давайте будем работать работать не просто так спустя рукава вышел на тренировку одноразовое занятие полчаса размял вратаря отдал его в общем что ты делал ну понятно что за полчаса ты никакие качества развить не сможешь просто его должен подготовить ударной работе не знаю какая какие цели и задачи в тренировке в тренировочном процессе углового тренировка надо индивидуально заниматься индивидуально заниматься не два раза неделю а каждый день каждый божий день почему я же говорю вот в нас опять возвращаюсь насадку не хвалить себя я не хочу палить себя ни в коем случае меня все знают и в этой стране и за рубежом почему стали выходить в рутанец на сам но все сборные потому что мы тренировались каждый день в любое время года два раза в день два раза в день два раза в день команда одноразовое занятие вратарей нет то одноразовое занятие одна тренировка прилигровать 1 в день игры то не играет утром тихонечко google куда-нибудь пошли тихонечко утром поработать до обеда все кто не играет шли выходные такие выходные работа работа поэтому сборных каждой сборной как-то вывезли сам национальный сынов в олимпийской играл эргашев махамаджанов молодежный нематов вот три первые сборные 3 первых сборных вот алис нас они даже как-то помню уехали 4 вратаря по всей четверо уехал не беды приходит слышу а где сборная садулаевич можно поэтому поэтому надо очень много работать я призываю всех своих коллег собраться и начать работать иначе через два-три года у нас поверьте у нас будет катастрофа и так сейчас уже проблема по проблема есть проблема есть я допустим на сбор 4 это не могу собрать максимум 3 сейчас было вообще 2 а это же чего-то мало травма прошлый сбор когда три контрольные матча играли в эмиратах и зенит и ордане шахтер солидон перед зенитом девахи релязов для тренировки выбивает палец палец вылетает ужас страшно было смотреть остается 2 вратаря какие-то такие форс ножек может вот осталось 2 поэтому нам надо всем как-то объединиться и подумать об этом вопросом все вместе и так все вместе объединиться правильно честно работать часть честно это как честно это от души относиться не просто я же говорю номер на поле отбивать выйти полчаса размял идите в общем группу там кто-то у тебя еще есть вратарей они у тебя могут работать с тобой в индивидуале тебе не охота они у тебя по кругу ведут или там что-то делают стоят общаются беседы можно и нужно находить время и все время все время быть в работе ну бывает конечно что волнение нехватка концентрации перегорение даже бывает бывает что да как все нормальные люди ответственные мальчины волнуешься крутой волнение хотя на поле тренер психолог это должны ребята ребята тренера психолога воспринимать серьезно здесь тоже такая тонкая грань что придет психолога у нас никогда же в футболе тренер психолог я имею ввиду а по советском пространстве в узбекистане не занимался футболистами занималась татьяна не помню по отчеству она работала в академии да совершенно несколько женщин вот и они и вот кстати татьяна была она и со сборной то есть тренер этой сборной он видел психолога в своей команде он был нужен кто-то не видит кому-то не нужен то есть он может быть сам как-то тренер может разрядить ситуацию какую-то обстановку где-то пошутить что-то но тут я считаю что как тренер если тренеру допустим клопу нужен тренер по ауту конечно он взял он его не берет ну то есть я вот такой пример привел что первое пришло в голову так что дело не в этом вы считаете нужно ли это или не нужно нам это нужно или нет ну почему нет было бы я думаю неплохо если психолог работал потому что психология очень важный аспект подготовки вратарей подготовки футболистов ментальная психология физическая технической тактической это же все это все и все идет нагрузка это все идет в купе это все объединяется одно звено убери и уже у тебя начинает что-то хромать я думаю что небо не помешало я думаю конечно первую очередь раз на фронт это страховка он страховался подстраховался до убрал джасура во-первых вообще никто не понял зачем местный специалист знает молодежь молодежь знает все знает узбекский футбол как изнутри так изнаружи человек который 15 лет проработал в одном клубе начиная с академии я помню я помню такие маленькие ляточки и тот же их шибаев часу его воспитание много чем маленький мальчик привозила бабушка чина и столько лет я живу час работу довел этот возраст 97 хорошая сборная была в дубле в первую лигу в первой команде в главной команде главным тренером я думаю это только ну трусость тренера который побоялся за себя первую очередь что не мало ли какой результат будет брать естественно первый кандидат был бы часу но это опять-таки я считаю что это пользу клуб это минус это минус потому что джаз бы реально помог помог бы и джаз не подлый человек я знаю его очень хорошо уже 35 лет дружи еще со спортом интернала мы одноклассники он бы не стал в угоду себе расплавлять ставить под ножку или же нож спину не стал их тыкать никому он тихо и нормальный порядочный парень неплохой специалист я надеюсь что сейчас пик обойдет себя хорошо проявит и я желаем только успехов всему тренерскому штабу всех я ребят знаю хочу пожелать успехов удачи чтобы все получилось ну это знали люди допустим я знаю что приходил человек федерацию футбола пытался устроиться в сборную кто вообще откуда приехали я вот такой такой отлично есть лицензия что-то ничего нету а здесь ничего не понимаю нет вы ошиблись вообще адрес ну конечно конечно как 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 вообще не пойму если ты повар у тебя должна быть лицензия конечно если ты строитель у тебя должно быть образование ты конечно я же не иду сейчас строю дом потому что я не умею что я так построю что он упадет сломается столько денег будет вырушена не дай бог погибнет то же самое здесь кому как воспитывать как тренировать как учить если ты сам ничего не понимаешь выше деньги на это выше время а самое главное что хороший мальчик который мог попасть не ко мне другому тренеру специалист и из него могут получиться неплохой футболист он к сожалению где-то другом есть нет вратарей не будет вратарей хороших хороших я же говорю можно молчать молчать можно но сейчас молчать я не говорю за всех я говорю за себя это мое мнение сейчас молчать нельзя сейчас надо работать у нас потому что сейчас есть проблема большая есть проблемы то есть как объяснить ну какое-то заболевание у человека ранее стадия молодец ранее стадия рак его если начать вовремя лечить ты вылечишь вылечишься и забудешь через какое-то время что ты болел такую страшную болезнь если же что бывает часто к сожалению болезнь эту на начальной стадии не замечают а замечают третьей четвертой стадии да и человек потом к сожалению чего бы ему не делали он через какое-то время умирает к сожалению потому что поздно начали лечить то же самое здесь если ты сначала берешь и готовишь готовишь хорошо все отлично а если ты как на моем примере ничего хорошего не получится это мое мнение потому что уровень подготовки вратарей такой что никто никуда не берет если бы был уровень подготовки вратарей сильнее это было бы видно и играли я уверен зарубежных клубов ничем не хуже ничуть не хуже чем вот они с японии скорее ребята играть сигнал играть других чемпионат но опять-таки это все беда идет от нас я не говорю что кто-то виноват а я один такой хороший сижу всем пытаюсь что-то рассказать я тоже самое моя прежде всего есть недоработки какие-то есть какие-то пробелы есть что-то неправильно значит надо больше работать больше читать больше познавать больше общаться но если мы будем делать все вместе коллегиально сообщатка у нас получится это все и лучше и быстрее и продуктивнее мы беседуем главным тренером он со мной советуется и вы бы последнее слово заботы всегда конечно везде он советуется он спрашивает у помощников допустим этого по вратарю может спросить по составу помощники говорят свое мнение идет как они дискуссия обсуждение но последнее слово всегда заботы я даже думаю не хочу никаких шансов я хочу выйти на чемпионат мира я хочу вы хотите мы тоже хотят те все люди простые люди которые работают где-то на периферии в поле они хотят ради них в первую очередь ради страны даже не идет вопрос шансов нет такого понятия надо быть и все только победе другого не дано ну как во время великое отечество теперь я не шагу назад позади москва и отстояли же хотел воевали не только против герва там и итальянцы и французы и поляки все кого завоевали пришли советский союз поэтому нет ничего невозможного надо просто очень захотеть очень постараться и приложить всем вместе на всем усилий